Почему компания ЖКХ не подает в суд на должников? Действительно, у многих должников по ЖКХ долги купятся месяцами, а даже и годами. А управляющие компании не спешат подавать на них в суд и взыскивать недоимку. В чем же тайный смысл всего мероприятия? Есть ли у них план по взысканию? Или это банальная некомпетентность? Об этом сейчас и поговорим. Добрый день, мои любознательные! С вами традиционно юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. Неоднократно встречал в сети информацию, что управляющие компании не подают иски в суд, так как не знают паспортные данные, номер ИНН или СНИЛС должника. Действительно, в соответствии с пунктом 3, часть 2, статьи 124 ГПК, при подаче искового заявления или заявлении о вынесении судебного приказа управляющая компания ЖКХ должна указать один из идентификаторов гражданина-должника. ИНН, к примеру. Если управляющая компания подаст киск без указания идентификатора должника, то суд его просто вернет. Это правда, но не совсем. Дело в том, что статьей 20.2 ФЗ 98 от 2020 года действие, приведенное выше нормы, приостановлено до 1 января 2022 года. Значит, управляющие компании могут подавать иск в суд без указания вашего СНИЛС. Почему тогда не подают? Я вижу две причины. Одна из которых – огромный рост задолженности по ЖКХ. Общий долг россиян по ЖКХ перед управляющими компаниями перевалил за 276 миллиардов рублей. При этом на 2020 год он вырос на 55 миллиардов рублей. 55 миллиардов крал. И это за один год. Поэтому можно предположить, что управляющие компании просто не имеют необходимого количества ресурсов для взыскания такого долга. Не хватает юристов, бухгалтеров и так далее. Но есть и другая причина. Уже на протяжении нескольких лет коммунальщики пытаются пролоббировать внесение изменений в часть 18 статей 153 ЖКХ, которая не позволяет им продавать коммунальные долги коллекторам и другим организациям. Вот как она выглядит. Управляющая организация, товарищество собственников жилья, либо жилищник кооператив, или иной специализированный потребительский кооператив, ресурсоснабжающая организацию, региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, которыми в соответствии с настоящим кодексом вносится плата за жилые помещения и коммунальные услуги, не вправе уступать праву требованиям по возврату просроченной задолженности, по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги третьим лицам, в том числе кредитным организациям или лицам, осуществляющим деятельность по возврату просрочной задолженности физлиц. Заключенный в таком случае договор об уступке права требования по возврату просрочной задолженности по внесению платы в зажилое помещение и коммунальные услуги считается ничтожным. Что же на деле? Изменение данной нормы позволит коммунальщикам избавиться от работы по взысканию, дебиторской задолженности или переложить все проблемы по взысканию на тренированные плечи коллекторов. Интересно, что данную позицию поддерживает Минстрой, а для успешного изменения закона нужно довести дело до абсурда. Создать такой огромный долг по ЖКХ, который напугает власти и заставит их согласиться на изменение закона. Думаю, компания ЖКХ следует этой логике, не занимаясь судебным взысканием задолженности. Мои рекомендации. Первое. Не добавьте свои паспортные данные, номера ИНН и СНИЛС в управляющую компанию. Вы имеете на это полное право. С 1 января 2022 года заработает норма статьи 124 ГПК, и компания ЖКХ не сможет подать на вас в суд. Второе. Не бойтесь коллекторов. Во-первых, продажу долга по ЖКХ пока не разрешили. А во-вторых, коллекторы очень ограничены в правах. Третье. Если вы дали свои данные в управляющую компанию, напишите им запрет на обработку персональных данных, кроме фамилии, имя, отчества и адреса. Четвертое. Если же сложилась ситуация, когда нужна срочная юридическая помощь, обращайтесь ко мне в комментариях под видео. Пока-пока!